всем привет с вами канал linux for user и сегодня я покажу как установить ubuntu вместе с windows 8 расскажу чем отличаются lts версия от не lts а также это видео подойдет тем кто хочет установить ubuntu не переустанавливая windows установку я буду показывать для компьютеров с bios и точнее для тех компьютеров у которых материнская плата не поддерживает юэфи и разметка жесткого диска будет формате mbr для тех у кого материнские платы поддерживают юэфи тогда смотрите видео по установке ubuntu на компьютер с юэфи где скачать установочный образ windows я думаю вы знаете поэтому сейчас покажу где скачать ubuntu скачать этот дистрибутив можно на сайте ubuntu точка ру на момент записи этого видео самая новая версия ubuntu это 1410 которую вы можете скачать на сайте ubuntu точка ком но мы будем скачивать 1404 потому что это lts версия чуть позже поясню чем lts отличается от не lts нажимаем скачать ubuntu как вы видите здесь есть 64 битной 32 битной версии если у вас больше двух гигабайт оперативной памяти и архитектура процессора поддерживает 64 битную версию операционной системы то соответственно ее и скачиваете если же нет то скачивайте 32 битную а также можно выбрать версию десктоп и сервер что касается версии сервер название говорит само за себя то есть это ubuntu используемая в качестве операционной системы сервера то есть после установки ubuntu будет только текстовая консоль версия десктоп это ubuntu с графической оболочкой unity плюс стандартный набор программного обеспечения с графическим интерфейсом то есть это браузер текстовый редактор и файловый менеджер и так далее в общем скачиваем версию десктоп кстати все ссылки на сайты будут в описании этого видео и еще один такой момент в разделе семейства ubuntu есть несколько дистрибутивов это почти та же самая ubuntu в основном все отличия этих дистрибутивов только в окружении рабочего стола проще говоря разные графические оболочки если вы например ставите ubuntu на какой-то старый слабенький netbook то советую обратить внимание на такой дистрибутив как l ubuntu или x ubuntu у этих дистрибутивов легковесные оболочки которые потребляют мало ресурсов устанавливаются эти дистрибутивы абсолютно также как и ubuntu теперь поясню чем lts версия отличается от не lts то есть от обычной версии если вы знаете в чем отличие можете нажать на аннотацию пропустить то что я сейчас буду говорить по этим версиям но начну с lts lts это версия ubuntu которая будет поддерживаться на протяжении пяти лет то есть до апреля 2019 года первые два года будут выпускаться обновления с реализацией поддержки нового оборудования новыми версиями ядра linux и так далее а последние три года будут выпускаться только обновления с исправлением критических ошибок и проблем безопасности то есть разработчики этой версии дистрибутива берут на себя как бы определенное обязательство который заключается в том чтобы поддерживать дистрибутив в стабильном состоянии за такую постоянную стабильность приходится платить устареванием программного обеспечения концу сроков поддержки но зато на протяжении всего периода поддержки не будет меняться формат конфигурационных файлов интерфейс программ и так далее все будет предсказуемо и надежно работать вообще на мой взгляд устаревающий софт это не является какой-то проблемой так как еще раз повторюсь на протяжении всего срока поддержки регулярно будут приходить обновления которые будут исправлять критические ошибки и проблемы безопасности тем более интерфейс программ и функционал изменяется довольно редко то есть чаще всего новая версия программы почти ничем не отличается от предыдущей если все-таки нужно будет установить более новую версию какой-то программы которая недоступна из основного репозитория репозиторий это хранилище пакетов то можно подключить другой репозиторий и оттуда установить более свежую версию программы просто разработчики которые поддерживают lts версию не могут вам гарантировать что например при обновлении у вас не возникнут проблемы с той программы которую вы установили из-за не основного репозитория теперь что касается не lts версии то есть обычной версии в этой версии как вы уже наверняка догадались новее программное обеспечение версии игра linux и так далее а также приходит больше каких-то обновлений для софта но на совместимость последней версии ubuntu тщательно тестируется в основном только наиболее популярный софт остальное программное обеспечение тестируется не так тщательно и соответственно в результате таких обновлений могут иногда возникать проблемы но чаще всего нет никаких проблем с обновлениями либо они минимальные и быстрые решаются в общем вне lts версии до кончания поддержки в основном тоже все довольно стабильно работает но вот что касается поддержки то она осуществляется всего 9 месяцев потому что каждые полгода выходит новая версия ubuntu обычно новые релизы выходят в апреле и в октябре также на мой взгляд еще один существенный недостаток не lts версии в том что при обновлении ubuntu до новой версии может измениться функционал соответственно иногда приходится провести некоторые ручные манипуляции то есть подправить настройки установить или удалить пакеты и и так далее поэтому когда через полгода выходит новая версия ubuntu для некоторых пользователей иногда проще переустановить систему чем чего-то там настраивать если вы смотрите это видео до выхода версии 1504 рекомендую вам поставить версию 1404 так как эта версия вышла в апреле 2014 года соответственно она почти ничем не отличается от версии 1410 который на момент записи этого видео является самой новой версии а если уже вышла версия 1504 или какая-то другая в зависимости от того когда вы будете смотреть это видео там скорее всего будут довольно существенное отличие то есть обновится графическая оболочка и многое другое можете ее попробовать поставить так как еще раз повторюсь вне lts версии тоже все довольно стабильно работает даже если при обычном обновлении системы возникнет какая-то проблема то она как правило решается довольно быстро и такой вообще бывает очень редко ну а если вы не гонитесь за более свежим софтом вас и так все устраивает и вы хотите постоянной стабильности то оставайтесь на lts версии теперь поясню на какую вообще целевую аудиторию рассчитаны эти версии пользователи ubuntu можно поделить на две категории к первой относятся обычные пользователи ubuntu у которых как правило операционная система установлена дома на стационарных компьютерах или на ноутбуках и используется в основном только для повседневных задач таких как просмотр фильмов серфинг в интернете и так далее и есть те кто использует ubuntu в корпоративной среде так вот в коммерческих организациях или компаниях время это очень ценный ресурс так как время это деньги и соответственно если будут какие-то даже незначительные проблемы компания будет нести убытки потому что на устранение проблем все равно уходит какое-то время поэтому эта категория пользователей использует только lts версии из-за стабильной работы если будете устанавливать ubuntu без переустановки windows тогда делайте загрузочную флешку с ubuntu соответственно для тех кто устанавливает с нуля делаем загрузочную флешку с windows и после того как установите windows сразу же делайте загрузочную флешку с ubuntu то как сделать загрузочную флешку с windows и линукс я показывал в одном из своих видео кликнув на аннотацию вы можете посмотреть это видео затем загружаетесь флешки как это сделать я думаю вы знаете но на всякий случай поясню подробнее в общем после включения компьютера во время инициализации базовой системы ввода вывода обычно в ходе этого процесса отображается модель материнской платы или например объем оперативной памяти модель процессора и так далее так вот в этот момент нужно запустить boot меню я сделал вот такую табличку поставив это видео на паузу вы можете найти производителя своей материнской платы и посмотреть на какую клавишу нужно нажать чтобы запустить boot меню в моем случае это клавиша f8 еще раз повторюсь если вы устанавливаете ubuntu без переустановки windows то кликнув на соответствующую аннотацию вы можете пропустить установку windows для тех кто устанавливает с нуля загружаемся с windows запускаем boot меню и выбираем загрузку с флешки так как это видео на русском языке поэтому я выберу русский язык вы выбираете тот который будет для вас удобнее и далее следуем инструкциям установщика принимаем соглашения тип выбираем выборочные создаем раздел для операционной системы windows я выделю 40 гигабайт вы же можете выделить на свое осмотрение например 50 или 60 гигабайт в зависимости от того какие программы будете устанавливать форматируем раздел далее создаем раздел для хранения личных файлов выделяем под него все оставшееся место форматируем его и устанавливаем windows все операционная система windows установилась теперь открываем консоль с правами администратора и вводим следующей команды это нужно для того чтобы диск d после установки ubuntu нормально монтировался проще говоря подключался чтобы вы могли получить доступ к файлам находящимся на этом разделе то есть диск d он будет общим хранилищем для ваших личных файлов и вы сможете с одними и теми же файлами работать как windows так и в ubuntu то есть они не будут разбросаны по разным разделам с разными файловыми системами для начинающего пользователя linux тот вариант разметки жесткого диска который в итоге получится на мой взгляд будет самый оптимальный и те кто не переустанавливал windows можете по-прежнему хранить свои документы видео музыку и так далее на диске d и никуда их не перемещать теперь нужно будет перезагрузить компьютер и загрузиться с образа ubuntu ну и чтобы не делать лишних телодвижений вводим следующую команду нажимаем enter и загружаемся с образа ubuntu после того как загрузились нажимаем try ubuntu чтобы эта подсказка по горячим клавишам исчезла просто кликаем на нее левой кнопкой мыши далее либо нажимаем на клавишу win либо кликаем на вот эту иконку вводим gp и запускаем программу gparted вот видим в моем случае у меня один виртуальный жесткий диск под который я выделил 100 гигабайт dev это от слова девайс по русски устройство sda это имя жесткого диска если у вас подключены еще какие-то внешние или внутренние носители информации программа gparted их определит и вы сможете из открывающегося списка выбрать нужное вам устройство так как я устанавливаю операционную систему на виртуальную машину поэтому у меня здесь отображается одно устройство еще раз повторюсь это виртуальный жесткий диск но если вы устанавливаете на реальное железо и загрузились флешки то у вас здесь будет отображаться еще и флешка и называться она будет devsdb то есть при обнаружении нового устройства в алфавитном порядке меняется последняя буква в имени жесткого диска если программа gparted обнаружила больше двух устройств например у вас два жестких диска и операционную систему вы устанавливаете с флешки то ориентируйтесь по объему устройства то есть уже сразу понятно что объем флешки будет меньше чем объем жестких дисков например там 8 16 гигабайт и так далее также вот видим три раздела то есть sd1 sd2 sd3 это номера разделов первый раздел под загрузчик windows и как вы уже знаете он автоматически создается во время установки а точнее во время разметки жесткого диска второй раздел это раздел на котором установлена операционная система windows то есть этот раздел отображается windows как диск си и третий раздел это раздел для хранения документов фильмов музыки и так далее как вы уже поняли windows он отображается как диск d теперь нужно будет выделить свободное место подраздел убунту если вы не переустанавливали windows и не делали бэкап то есть резервную копию ваших файлов то делать ее не нужно потому что когда вы будете выделять свободное место никаких данных с раздела не потеряете у большинства пользователей разметка жесткого диска вот такая но если вы опять же не переустанавливали windows и у вас все хранится на диске си то есть нет раздела для хранения документов видео и так далее тогда я вам рекомендую выделить свободное место не только подраздела ubuntu но и подраздел для ваших файлов так как у меня этот раздел есть соответственно я буду выделять свободное место только подраздела ubuntu в общем нажимаем правой кнопкой мыши на третий раздел затем нажимаем resize move и напротив free space указываем то сколько нужно выделить свободного места 40 гигабайт вполне достаточно это я даже выделяю с запасом потому что я не знаю какие программы вы будете устанавливать сколько места будет занимать кэш раздел подкачки и так далее чтобы кнопка resize move стала активной указываем мегабайты теперь создаем новый раздел чтобы его создать нажимаем правой кнопкой мыши на неразмеченную область затем new либо клавишу insert так как разметка формате mbr соответственно разделов primary то есть первичных разделов их ограниченное количество и можно создать только четыре раздела поэтому сейчас нужно создать раздел extended то есть расширенный раздел в котором можно создать десятки логических разделов то есть расширенный раздел является как бы контейнером для логических разделов выбираем extended и нажимаем add почему раздела в праймере можно создавать не больше четырех и что такое mbr вы можете узнать кликнув на аннотацию посмотреть видео которое называется четыре способа восстановления загрузчика grab 2 на моем канале в описании многих видео есть содержание и тайминг то есть вам не обязательно смотреть все видео вы можете кликнув на ссылку а точнее кликнув на нужное вам время посмотреть только тот момент который вас интересует далее создаем раздел подкачки то есть раздел swap я рекомендую вам его создать потому что если вы переведете компьютер спящий режим то все запущенные приложения будут выгружаться из оперативной памяти в раздел подкачки и когда вы выведите компьютер из спящего режима все запущенные приложения обратно выгрузится из раздела подкачки в оперативную память и если у вас не будет хватать оперативной памяти то есть будет происходить переполнение то также все лишнее будет выгружаться в раздел подкачки выделяйте под него столько места сколько у вас оперативной памяти я выделю 4 гигабайта и вот здесь указываете что это будет раздел swap теперь создаем корневой раздел то есть это будет системный раздел под ubuntu выделяем под него все оставшееся место и указываем файловую систему ext4 если вы сделали что-то не так и хотите отменить какое-то действие тогда нажимайте на вот эту оранжевую стрелку внизу вот в этом поле можно отслеживать те действия которые вы отменили если все сделали правильно тогда нужно подтвердить все изменения для этого нажимаем на вот эту галочку и play all operations кстати еще один такой момент если в дальнейшем вы будете по-другому размечать жесткий диск формате мбр то в таком случае у некоторых начинающих пользователей linux может возникнуть вопрос чем же отличается первичный раздел от логического на какой из них устанавливать операционную систему и так далее так вот нет никакой разницы на какой раздел ставит linux просто когда операционная система только появилась никто не думал о том что будет больше четырех разделов так как объем жестких дисков был всего несколько мегабайт но потом со временем объем жестких дисков стал увеличиваться и решили сделать раздел extended или по-русски расширенный еще раз повторюсь который является контейнером для logical разделов или по-русски логических теперь запускаем установщик ubuntu далее нужно будет выбрать язык так как это видео на русском языке соответственно я выберу русский язык вы выбираете тот который будет для вас удобнее после установки ubuntu вы без проблем сможете поменять язык в системе на любой другой ставить галочку напротив обновление не нужно установим обновление после установки ubuntu в одном из следующих видео я буду рассказывать про настройку ubuntu покажу как обновить систему и и многое другое вторую галочку лучше поставить чтобы сразу установилась стороннее программное обеспечение то есть это кодеки для воспроизведения видео и музыки а также установится флэш-плагин для просмотра видео в браузере и так далее здесь выбираем другой вариант выбираем раздел sd5 и опять указываем что это раздел подкачки здесь нажимаем продолжить у корневого раздела указываем файловую систему x4 ставим галочку форматировать и точку монтирования выбираем слэш далее указываем часовой пояс но я оставлю москва выбираем раскладку я выберу русскую вы выбираете ту с которой вам удобнее набирать текст здесь вводим имя затем вводим имя компьютера я например виду комп и указываем имя пользователей пароль что касается шифрования домашней директории пользователя если вы вот здесь подставите галочку то если кто-то имея физический доступ к вашему компьютеру вставит в него флэшку загрузится в лайв-режиме с какого-нибудь дистрибутива linux то доступ к файлам не получит так как домашней директории пользователя будет зашифрована в общем на всякий случай можете поставить эту галочку нажимаем продолжить и вот пошла установка все установка закончена нажимаем перезагрузить нажимаем enter вот появилась загрузочное меню grab чтобы загрузиться с windows выбираете последний пункт если хотите проверить оперативную память на ошибки можете запустить утилиту моим тест ну и чтобы загрузиться с у бунта выбираете первый пункт здесь вводите пароль всем спасибо за просмотр с вами был канал linux for user и до встречи в следующем видео спасибо за просмотр!